ребят всем добрый вечер как всегда на канале пиратская жизнь ну что у нас с вами ужин у нас с вами ужин и я хочу на ужин немножечко выпить вкусняшечку одну да 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 вот у меня такая . так она еще осталась что-то я думала что я приговорю за одну ночь а вот нифига нифига ну я буду растягивать удовольствие бокальчик за ужином вкусно как всегда оливье куда же без него такая вкусная штука кто не пробовал такой мартини обязательно попробуйте классно его бодяжишь он слабенький получается сидишь пьешь и кайфуешь сидишь пьешь и кайфуешь благо повод есть да 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 благо есть повод он будет у меня такой красивый красивый коктейль коктейль вот такой ну все давайте мои хорошие с новым годом еще раз всех я тут себе это огурчик порезала как всегда оливье куда без него картошечка у меня тут мяско в общем давайте хоть с вами выпить маленько как приятно сзади сидишь потягиваешь красота 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 красотушая кстати я хочу выпить за нашу подписчицу у нее сегодня сегодня первого числа но блин уже смотри второго у нее сегодня родилась внучка у него родилась внучка 3 400 назвали софья вот первое число родилась внучка представляете и есть всего лишь 41 год как она плащится господи мне 41 год а я уже бабушка радоваться надо говорю дорогая поздравляю тебя солнышко всего самого хорошего пускай внученька растет здоровая веселая на радость бабушки как говорится вторая молодость так что я тебя поздравляю мая дорогая ты знаешь про кого я говорю с новым годом тебя и с внученькой я тебя поздравляю 1 0 1 2021 вообще кстати очень красивая дата 3 часа сегодня родилась вот так что поздравляю 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 ать поздравляю я ля 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 вот так вот видите вообще кстати очень приятно когда наши зрители делится своей своим вот так и вот понимать личным знамя очень приятно доверяются да сегодня во сколько не даст не даст бог соврать в 3 часа у нее внучка родилась и я уже в 5 часов знал так вот видите мне как говорится первым делом тоже сообщают да это здорово еще раз поздравляем так ребят счет у меня на самом деле испугал вован честно прям знаете прям не знаю в чем проблема смысл в том что мы с ним по сегодня расписывать 6 часов вечера а потом что-то он не отвечает я вам пишу 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 а мне вообще не отвечает может у него там какие процедуры там или еще что-то я прямо это вся на измене понимаете я прям вся на измене почему он мне не отвечает я очень надеюсь что завтра мне все ответить я уже там конечно музыки дала весь ватсап закидала в эсэмэсками ну прям вообще а такой человек на этом мнительный а если мне информация не поступает скором времени я прям начинаю стрястись сразу меня в голове всякие мысли что-то случилось что-то там туда-сюда конечно душа не на месте то что его нету дома то что я не могу любой момент так сказать выяснить как у него дела у меня конечно прям вообще грустно но все ничего целый день очень ела ой валялась тут смотрел какие-то фильмы смотрел ютубчик очень короче ленивый судей вообще ничего делать не хотелось у меня сегодня отходняк сейчас может полегче станет лаван еще зараза а потом скажет именда ела названивать знаю я его не ну я конечно такой человек да то есть я могу достать у меня кстати с одним молодым человеком так и это не сложилось из того что я была в некоторых моментах очень сильно назойлива на признаюсь кайф бывают такой ну потому что когда человеку люблю хочу знать что у него все хорошо 24 на 7 знаете из-за разряда ты спишь ты спишь как ты спишь а что ты спишь надо у меня на нем маньяк какой-то я думаю если чем-то произошло я думаю мне позвонили потому что в любом случае кстати когда в больницу поступает по-моему там берут обязательно номер телефона ближайшего родственника все хочу такие дурные мысли себе в голову вбивать реально вот есть вот такое что что-то вот там не то ты уже сразу себя накручиваешь накручиваешь и думаешь господи что случилось что случилось я не люблю себе такую черту прям дико не люблю это вот такое есть завтра что-нибудь приготовить хотя у меня еще остался оливье понимаете это нескончаемый салат мне кажется вот сколько вы его не приготовьте он все равно никогда не кончится я уже себе даже тарелочку маленькой такой наложила то что каждый раз делаем каждый раз этот счет не успеваю все это съесть потом 2 до 0 и кстати очень вкусный но главное не заправлять ну тогда хоть и неделю ешь я думаю если бы я сделала какую-нибудь шубу я бы ее не съела у меня там еще, кстати, селедка лежит но в принципе на шубу есть все то есть скорее всего к выходу ловчика я сделаю хорошо, что я селедку взяла с большим сроком годности да, да хорошо, 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 вкусно и приятно смотрела, кстати, сегодня, знаете одного блогера его зовут Андрей Буренок может кто-нибудь его знает кто-нибудь его смотрел в общем у него как я поняла, три канала я его видела еще несколько месяцев назад то есть когда у нас активно еще развивался тревел канал я за ним следила ну как бы хороший такой мужчина ну я так поняла, с Украины он из Киева да, точно из Киева вот у него тревел канал ну такой, знаете, профессиональный, да то есть у него там, по-моему, на канале 600 тысяч по-моему, подписчиков или что-то такое вот и наткнулась на его видео на канале о жизни вот он рассказывал что он тоже пережил корону рассказывал о своих чаяниях как он действительно выжил еле и выжил вот что-то с ним случилось это прям, конечно, жестко очень сильно у него было поражение легких 70% как вот они мыкались по больничкам платным причем, да и как вот там чуть ли не, извините меня, не загубили да и вот только его жена помогла ну скажем так понимаете они сначала рыпнулись в платную клинику вот а потом только когда уже жена договорилась когда он уже лежал в коме его там уже на ИВЛ хотели ставить вот его перевели в частную ну не в частную а в государственную клинику в Киеве вот только там его уже спасли вот так вот прям, знаете, вот и делаю вывод, да что вроде думаешь обычная частная медицина она как бы хорошая а потом ну в смысле думаешь что ей же деньги плачут там туда-сюда а вот его чуть там не угробили на самом деле, знаете он там очень много всего рассказывал ну он там, конечно рассказывал про жизнь то, что он пересмотрел короче отношения к жизни вот, что как бы он понял насколько сильно это болезнь там туда-сюда ну интересно рассказывал как бы сам такой знаете, как мотиватор как философ прям заслушалась конечно, чашка чашка все вот эти болячки все вот эти вот болезни вот, поэтому я, конечно как-то себя успокаиваю как-то себя пытаюсь там, что все хорошо там, он под присмотром вовчих но нет-нет да, мысль какая-нибудь знаете, такая проскочит предательская что господи, а вдруг там что поэтому я говорю вот, когда он мне не отвечает у меня же прям это себя еще все больше больше накручиваю и все а теперь жду утра чтобы ему позвонить Вова если ты будешь смотреть ты знай что я человек такой мнительный ты сам это знаешь мне лучше лишний раз позвонить все чтобы меня потом не накручивать да теперь могу биться М-м-м. М-м-м. Честно, ем через силу. Да, ем через силу. Нет. Но с другой стороны, знаете, вы там пишите, что вот ты там ешь, ешь. А что, у меня не есть, что ли? Ребят, ну, в конце концов, я же тоже должна как бы продолжать жить. Что, у меня лично реветь, реветь. Но я этим делу не поможу. Все, что я могла сделать, я сделала. Он сейчас в больнице. За ним там ухаживают. Вот. Я предлагала, давай там это, давай это, ничего не надо. Плюс мне сейчас вот видите, выходить нельзя. Одна женщина, кстати, я прям поржала в комментариях, пишет. До этого она писала, типа, вот сиди дома, а там никого не заражает. Потом она пишет у меня сегодня в комментариях. Типа, вот, сходила бы, чистые трусы отнесла, сделала бы компот. Ребят, ну вы сами себе противоречите. То сиди дома, то сделай компот, отнеси ему в больницу чистые трусы. А как я выйду из дома, извините меня, если это... Я, как бы, дома должна быть. Тоже, бред. Ну, оба. Ну, как так. Вот, так что, посмотрела я вот этот Андрей Буринока. Буринок. Вот. Интересный такой мужчина. Прям, знаете, прям пока это... Некоторые свои взгляды пересмотрела на всё. Вот. Такие дела. Очень надеюсь, что скоро Вовчика выпустят. Вот, будем вместе, как говорится, кушать, вот, жить. Вот. И, конечно, знаете, хотелось бы, конечно, куда-нибудь съездить. Ну, разумеется, когда он адаптируется. Но ещё раз смотрела, знаете, смотрела ещё сегодня выпуски по поводу Зензибара. Вот. Там ребята, у них канал называется Интересное путешествие. Да. У них тоже тревел-канал, там, то есть, да. Мне... Честно, вот как-то Зензибар, по их, вот, как они рассказывают, мне что-то не очень зашло. По сути, Зензибар, как я поняла, там большая деревня. Там даже сходить-то некуда. То есть, ты как сидишь вот в одном отеле, и всё. Они вечером вышли, и там вообще делать нечего. Пляж какой-то весь. Весь в тине. Вот. Как это, знаете, на Доминикане. Ну, по-моему, в Доминикане там и получше иногда бывает. А тут так одно. Одна тина. Вот так посидел, подумал, чем этот Зензибар хорош. Не знаю. Лучше уж какой-нибудь, я не знаю, Турция, что ли. Я в батарейке сел. Я прям напугалась. Лучше какая-нибудь Турция, что ли. Обожерусь я и помру молодой. Шутка. Ха-ха-ха. Да. Вот так сегодня позатрукала, и всё. Больше ничего не ела. Как всё валялось, валялось. То сюда залезу, то туда залезу. То тут почитает, там почитает. Вовчику, блин, сто пятьсот смс-ок. Конечно, параноик. Я знаю, я параноик. Но, блин, когда любишь человека, прям вот, будешь прям вот параноик. Да. Я так считаю. У меня достаточно одной смс-ки, там типа отстань. Уже. Ну ладно, всё хорошо. А когда, знаете, вот неизвестно, тебе прям прям, а-а-а-а. Накручиваю себя. Вот. Я бы давно уже поужинала. Так у меня уже сейчас вот, когда живот стал сводить, я думаю, так, надо пойти поесть всё-таки. Ой, да. Вот так вот вотчик меня, и это, нервы мне трепят. Нехороший человек. Нехороший человек. Я ему завтра всё выскажу. Как он некрасиво со мной поступает. Да. Не знаю, что буду завтра делать. Ну, что-нибудь по делу. Либо завтра буду убираться, либо готовить. Либо это и то. Надо сегодня, кстати, курицу достать. Чтобы завтра можно было сделать. У меня там как раз грудка есть. Вот. Сделаю, наверное, какие-нибудь... Ну, в принципе, картошка у меня ещё там есть. Можно сделать отбивные куриные. Во. Будет здорово. Пожарю. У себя куриные отбивные. Ням-ням-ням. Надо уже, конечно, убираться. Надо уже это. Что-то так, знаете... Так не хочется. Так не хочется. Честь подпокси доставляешь. Когда что-то не устроено, у тебя мысли не на месте. У тебя какой-то раздрай такой. Вот не хотела сегодня пить. Вот не хотела. А вочек меня вот просто вот провоцирует. Да. Хоть как-то немножко. Может успокоишь. Вот наши подписчики ещё раз поздравляем. Да, с внучкой. Молодец. Поздравляем. Главное, чтобы все были здоровы и росли сильными, сильными, сильными. Мне завтра надо себя, конечно, брать в руки. Можно заниматься домашними делами. Чтобы по моменту выхода в овчика у меня здесь была красота, чистота, порядок и всё. Чтобы прям идеально. Ой. Хотя полениться маленько надо. Немножко можно. Всех ещё раз с Новым Годом, с Новым Счастьем. Это я сегодня один день себе устроила. Выходного. Да. И всё. А завтра готов к трудовой обороне. Вкусная вещь. А сколько здесь вообще градусов? Такое ощущение, что здесь немного. Как-то из дармарка. 14. Ну, слабенькое, но тем не менее. В общем, короче, лучше не увлекаться. Чувствую, мне этой бутылки до Рождества хватит. Смотри, как бодяжить. Ай, хорошо. Ой, всё. Завтра буду дербанить в овчиках, чтобы он отвечал мне. Надо выяснить его график, когда у них там уколы, когда у них там это, когда у них кто. Ой, всё. Кстати, сегодня будет очень интересный фильм. Называется, по-моему, Викторина. Ну, для вас он был вчера. Короче, найдите, посмотрите. Фильм называется Викторина. Там про подставу. Помните, передача есть? Кто хочет стать миллионером? Вот. Там, короче, рассказывается, как одна семья. Ну, правда, там это, по-моему, дело происходит в Англии, если я не ошибаюсь, или во Франции. Вот. Типа их версия. Ой. Вот. И там рассказывают, как это... Обманули эту передачу. Вот. И как там дело такое громкое. Мне вообще, кстати, нравится. Фильмы, основанные на реальных событиях. Очень такие классные. И так вот. Ладно, пойду. Утро вечер мудренее. Увидимся с вами завтра. Все на самом хорошем. Может, выучка ответит еще? Ну, вот видите, два часа мне не ответил, и я все, я уже на нервах. Я уже на нервах, да. Не могу. Все. Два часа человек не ответил, и у меня уже все. Есть у нас такие же свихнувшиеся? Хотя это, наверное, любовь. Из-за того, что ты переживаешь, как бы, с человеком. Так вот. Ладно. Люблю вас, мои хорошие. Еще раз всех с Новым годом, с новым счастьем. Пишите, чем вы занимаете, что вы кушаете. Доедаете ли вы салаты, или уже доели. А вдруг вы доели, да. Вот. Всех люблю, всех целую. Увидимся с вами завтра. Всем спасибо, всем пока. Пока. Заходите к нам на канал почаще. Пока.